Ребята, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Ставьте лайкос авансом этой серийки прямо сейчас, тем более она из Дубая. И мы начинаем. И начинаем мы ее с раннего утра. Сейчас 4.12 и у нас сегодня первый день съемок. Поспал я буквально час, потому что пришел, пока загрузил видосы туда-сюда. Короче, вот все время прошло, в принципе. И сейчас я подъехал к дому Дениса, жду его, и мы отправляемся на точку съемки. Так, немного подсниму машину. Салончик. Салон достаточно свежий, кстати. Машина, кстати, на ручке. Ключ похож на ключ от Геттера, только вот Z есть. Ну, здесь, в принципе, такой минимализм двухтысячных. А как вам вот такая тема? Вот такое вот доброе утро. Новая 400Z в черном цвете. 370Z, 400Z. Чтобы вы понимали, этих машин даже здесь по пальцам пересчитать, буквально там, наверное, по пальцам одной руки. Супер эксклюзив. В России еще вообще их нету. Ну, только, наверное, у Гочи. Гочи перекупил у Калаша. Капец стиль. Это Денис подъехал сейчас. И мы, так сказать, на Z-ках врываемся. Внутри. Я сейчас немножко посидел. В принципе, очень похоже, как и в 370Z, но просто все свежее, естественно. Все на ней свежее. Очень меня удивили вот эти датчики. Они их оставили. Так сказать, дань олдскулу. А здесь все так же вообще абсолютно. Блин, крутая. Нет, доводчиков тут нет, конечно. Просто две черные Z-ки. В тонере тоже такая. Так, Денис, доброе утро. На камеру. Здорово, Серега. У нас нормальная компания несанноводов собралась тут как будто бы. Вид просто потрясный. В общем, это Дениса 400Z. Суеты много вокруг этих Z-ок, знаешь, во всем мире. Что их сейчас ни купить, ни то, ни сё. Мне кажется, что для нас это точно не проблема. Я понял. Я-то думал, ты BMW-вод и Toyota-вод. У тебя, если так, спортивные машины, именно в дрифте, у тебя Toyota, BMW, получается. В жизни все наоборот. Но здесь, в этой стране, у тебя чисто Ниссана тема. Ну, не чисто, конечно. Еще есть и Мерседес и другие машины, но... Не, я именно, что касается дрифта. Не, здесь, короче, тема такая, что Z-ки здесь залетели, реально, залетели на ура. Если мы будем здесь как бы двигаться по дрифту именно с точки зрения постройки машин, то это точно будет Ниссан Z. Вопрос, это будет вот эта машина или это будет тот кузов 370? Об этом вы узнаете в нашем ролике на канале, который мы, кстати, с тобой, Серега, и снимем. Ну, я уже понял, что мы едем на нормальные съемки, прям серьезные. Слушай, а в ней по мощности что вообще? Трик 400Z. А такой же двигатель, как там? Нет, типа другой. Я понял. Я не знаю, какой. А это вот доки от нее, получается, как карточка. Вес 1600, ничего себе, это много. А вот, VR30. Слушай, это получается, младший брат. ГТР. Да. Прикинь, как прикольно. V6 Twin Turbo. Так, мы заехали на заправку, проверили, сколько у нее бак. 53 литра, я думаю, бак где-то 55 либо 60. Что там уже было вообще на донышке, как говорится. А Денис, он на мойку заскочил. Интересно, я всегда думал, как работают заправки. Во-первых, у них не написано октан. Во всяком случае на этой заправке там написано бензин супер и спешил. Мы залили, по-моему, спешил. И второе, это платишь прямо карты здесь в терминале, прям заправщику. Ну, можно и наличку. На вот таких вот спационарных предоправках мойка, как правило, мойки с подъемником. Это очень принято мыть машину в круг. То есть, смывать ее, отпускать днище, все-все-все. Да, это интересно. Это прикольно реально, на самом деле. У нас в сервисах, в обращении, есть такая услуга, мойка днища, очистка днища. И, короче, как-то раз внимательно и приемчик рассказывал, где-то до 6-10 килограмм говна набирается. Можете признать? Ой, нифига прикольно, да. То есть, если это делать регулярно, все одно, как и все, в машине чистка. Я ни разу днища не мыл на тачке. Ребят, прочувствуете атмосферу? Рассвет, шоссе, две Z-ки. Это реально круто. Надеюсь, хоть немного передаю эту атмосферку, потому что оно того стоит. Круто. Блин, я вообще в шоке, что вообще это происходит. В целом, кстати, хочу сказать, что машина едет бодро. Даже на скорости 100 плюс, 120 плюс. Нажимаешь тапочку, и тачка едет бодро. У нас на сопроводе Ford Explorer. Такой а-ля Коковский. С конкурятником. Так вот, да, в принципе, двигатель едет бодро. Это мне уже нравится. Единственное, что не хватает выхлопа. Вот этот звук, знаете, катализаторов. Просто нажимаешь, и вот такой... Причем где-то спереди. Очень такой противный. Хочется слышать выхлоп этого шестицилиндрового мотора. Если еще подумать о том, сколько вот 370Z тут стоит, а эта цена где-то около 700 тысяч, просто сладкая цена. Было бы у нас так, я бы точно себе такую взял, не знаю, как поджог, либо как стритуха. Денис сказал, что, видите, ставишь вайсфаб, ну, либо копию, а импарс, кстати, делает. Ставишь подвеску, заварка, и все, она сразу едет боком. Ну и ручник. И этих сил вполне хватает, чтобы ехать там на китайском колесе. Прикольная тема. Ну, а здесь иметь такую тачку, наверное, слишком простенько, наверное. Но, опять же, в принципе, если такие машины нравятся, то почему бы и нет. Все, просто пообчали. Классные кроссы, Денис. Дисочки от ваны. Так, мы приехали, значит, на какую-то локацию, не побоюсь этого слова, где асфальт и песок. Здесь, видимо, планировался какой-то район, но так его и не построили. Не знаю, насколько можно пятаки крутить, непонятно. Здесь все в шине. Парни, тут операторы выставляют уже таймлапсы. Рассвет снимают, куча техники. Вот такая, кстати, техничка. Она же сопровождение, как я говорил. Злостно выглядит, да? Стиль. Так, пока пацаны снимают, мы тут считаем, сколько стоит 400Z. С учетом того, что ее не найти, нигде. Крич, заходишь в шоурун, тебе называют цену 205 тысяч дирхам. Делим на 3.67. Получается 55 тысяч долларов. То есть, это цена, как в Америке. Хотя они заявляют, что прайс на них, на РРЦ, типа, ну, рекомендована розничная цена. 252 тысячи дирхам. Делим на 3.67. Типа, вот, 68, что странно. 68 тысяч долларов. Типа, что странно. Но вот на вторичном рынке, реально. И на первичном сейчас тоже. И на первичном тоже. Я был вчера в салоне и смотрел эту Z. А, вот же, это она. У нас, конечно, житель, только Z. Как ее купить? Вот как? Они говорят, чуваки, смотрите, говорит, лист ожидания, говорит, год. Всего в году приедет от 5 до 10 машин максимум. Именно в дубайский Nissan. Мы лист ожиданий уже не берем, потому что у нас 70 заказов. Мы решили, что на этом стоп. Потому что смысл там 100 набирать, если всего 10 машин. Но через наши связи в Nissan, а у нас такие связи через самую Японию. Мы в Абу-Даби выдернули еще, получается, на круг всего 5 машин. И тут уже поговорят слухи, что у нас монополия на Nissan в Эмиратах. Я понял. Слушай, а есть ли вот в Америке там такой же спрос? Я думаю, еще больше. Еще больше. Там тоже недостаточно. Вообще американский рынок самый популярный, ну, самый мощный рынок в мире. И, конечно, там на такие культовые модные тачки 100% спрос. А в Японии? А в Японии их тоже к заказу уже не берут. Ну, блин, чуваки, у вас реально разрыв на эту машину. Здесь деньги, но, грубо говоря, не купить ее вообще. Ну, типа поставьте 100 тысяч долларов, регулируйте ценой, да? Ну, типа рынок же и так обычно работает. И все те, кто хотят, купят по сотке. Вот такая история, на самом деле, про машину. Опять же, я вот сейчас только это сам узнал. Я знал, что там дефицит какой-то есть где-то там. Думал, что вот в Эмиратах дефицита нету. Ну, такое представление, знаете, чисто обывателя. Но, видите, здесь тоже дефицит. Прикольно. Слушай, очки. Прикольные. Нравится, да? Да. А ты видел, что они с такой штукой? Да, я видел. Подожди, подожди, а где хочешь подарю? Чтобы красный? Не, не подарю, они эксклюзивные. Я вот вам сегодня не куплю. Так, ребят, время уже 10.42. Сколько там мы часов тут снимаем? Просто без остановки. Разные кадры и разговорные были, и подсъемы тачек, и с салона, и с другой машины, и с пустыни. Короче, вот такие всякие темы сейчас проходят. Ну, вот такие съемки, потому что ребята стараются, делают качественный контент максимально, с монтажом, прям типа а-ля фильм. Поэтому, конечно, это требует времени. Ну, я, собственно, к Z-ке все прикатываюсь больше и больше. Реально, она прикольно едет. Ну, конечно, я уверен, что 400Z лучше едет, естественно, потому что он новее и современнее. Обзор, не знаю, получится ли у меня сделать, чисто мой обзор на 400Z, потому что, ну, самое главное, что выйдет видос на канале Дениса. Поговорю, может быть, можно будет прям обзорчик сделать уже после видоса, чтобы там ничего не спойлерить. Так, у нас тут приколдессы. Затка закипела, не выдержала. Сейчас поедем на заправку. Вроде как просто из расширительного вылилось. Купим воды и посмотрим. Так, пятилитровых не было, поэтому мы взяли все, что было из маленьких. Так, ну, воды залил, вроде все порядок. Здесь просто вот этот датчик температуры, он, видите, такая индикация у него, чисто диодами. И вот парни ездили, снимали машину и, видимо, не заметили, потому что когда мы ездили активно, она доходила, где-нибудь-то вот досюда, я как бы останавливался. Но когда жидкость вытекла, машина стояла, она была уже вот здесь. И бенз тут такой же индикатор. Сейчас затестирую, в принципе. Если все окей, то можно ехать. Мы выдвинулись в сторону дома. Все с машиной в порядке, я ее сейчас проверил. Туда-сюда выкрутил передачи. Вода не поднялась, поэтому мы спокойно решили ехать в сторону дома. Сам прикол, что мы должны были отдохнуть, но походу отдохнуть не получится. Приезжаем и сразу уезжаем на другую локацию. Тоже снимать, да снимать. У ребят, конечно, реально все очень масштабно. Я даже не ожидал. Так, ребята, я наконец-то дорвался до новой Z-ки. На ней уже еду более часа. По трассе, в потоке, по городу. Прикольная тачка, конечно, по сравнению с 370Z. Первое, что ее отличает, это, конечно же, то, что она новая, она более собранная. Она на автомате как-то поувереннее едет, не знаю, мне кажется. Но единственное, что тут коробка странноватая иногда в режиме автомат. А в ручном режиме надо самому на лепестках. А так, конечно, приятная машина, очень крутая. Мне нравится. Друзья, сменили мы локацию, как вы видели. Сейчас очень долго сюда добирались, я не знаю, сколько. Сейчас полтора минимум. Ну, видимо, этого стоило, потому что здесь небольшой трек и драговая прямая. Серега, пойдем гонять. Пойдем. Денис пригнал свою 350Z еще на эвакуаторе. Хорошая туса, хорошая. Наконец-то я оторвался на 3-е, на 5-го улица. Кайфово навалил на этой зетке, подготовленной для стрит-соревнований. Очень круто рулится. Реально с первого раза прыгнул и поехал. Жалко, что парно не получилось навалить, но ничего страшного, я думаю, я бы навалил на ней точно парно, нормально. Классная машина, мотор стоковый, только мотор это от 370Z здесь стоит. Она чуть-чуть облегчена, она не то, чтобы вся пластика у нее, крышка багажника не пластиковая. Двери просто железные, выпиленные. Короче, мне машина очень понравилась, прикольная. И я рад, что я подрептил, это нереальное чувство. Приехали сюда, здесь у ребят местных сервачок. Там стоят разные Ниссаны, в том числе, конечно же, и 350-370Z и большая площадка. Я так понимаю, здесь вообще древшкола местная. Я под впечатлением, реально. Sky 32. Даже необычно тут 32 Sky увидеть. Фейерволл, конечно, потрясающий. Для стритцаревов, я думаю, вполне подойдет. Короче, атмосферный сервак. И что может быть лучше? Сервак и сразу древ в площадку. Это прям идеально, мне кажется. Да, ребят, ну приключения, конечно, крутые. Я не знал, что настолько будет круто. Мне прям очень нравится. Действительно, я говорю искренне, прям движуха супер крутая. Ну, а я, собственно, поеду сейчас домой на вот этой 400Z. Знаете, что позабавило? Смотрите. Буст, буст, буст. И акулочек. Как он такое? Ну, вот этот буст-то понятно, можно поменять. Так, в целом, конечно, мне нравится дисплей. Нравится, что у новых машин все приборки, они электронные. Чисто как дешборды. Еще есть приколюх, крутилки, короче. То есть, ни кнопки, ни мониторчик, крутилки. Аналоговые прям такие. То есть, температуру выставляешь там примерно от 18-25. Так, вот так, наверное, это 23 или 22. И однозонный климат тоже удивил, на самом деле, в новой машине. Ну, 23-го года. Но это не главное, мы же знаем. Главное просто кайфовать. Ну, в принципе, если делать такую машину под дрифт, то что от нее остается? Ну, по сути, ничего, только кузов, сам металл, да, и оптика. Все, по сути. Все остальное, все другое. Обвес другой, все элементы другие, там, двери другие, капот другое, расширение. Колеса другие, в салон весь другой, торпеда другая. Потому что ничего от нее не останется. Ну, дисочки здесь стоп, просто 20-е одуаны очень крутые. Смотрится на ней просто космос. Они еще по вылету очень хороши в сравнении со стоком. Ну, это картина, конечно. На самом деле мы с Денисом Фрэш Авто отсняли за сегодняшний день. Даже не за день, это больше, чем день. Потому что в 4 утра мы выехали, в 5 уже были там. Ехали в какую-то даль лютую, вот эти пустыни. Потом ездили еще на другой конец, тоже вдаль, это уже в середине дня. Собственно, отсняли на эту Z-ку обзор. На 370 и на 400 Z. Мощные обзоры получились. Здесь очень запарные, как мне кажется. Ну, в том плане, что по видео, по съемке с самого утра буквально сгонял до дома. Здесь перекусил и сразу же поехали в другую локацию до самого вечера. Фух, давно я так не снимался, если честно. У меня съемки проходят по-другому. Здесь уровень запары просто максимальный, поэтому я сам дико жду этот ролик, что же там получится. Вот, предвкушение, потому что, ну, качественно, я думаю, качественно. Плюс еще рассказали, много всякой интересной инфы в сравнении тоже. На Fresh Auto Show выйдет видосик, как бы, не знаю, когда, но в любом случае он выйдет. Нежзаряжемый снимали. В следующие дни, еще тут получается 2 дня, будем снимать другие с ними видосы. Тоже обзорчики, тоже не менее интересные. В телегу можете подписаться и, в принципе, там все самые свежайшие новости будут с движа. Движ максимальный, спасибо, опять же, огромное. Реально, движ офигенный. Мне нравится, я полностью вымотан, полностью устал. Сейчас иду спать в 23 часа, вставать опять в 4. Вчера поспал ровно час, просто час. Я не знаю, я сейчас, видимо, на какой-то вот этой автоэнергии двигаюсь, потому что я не знаю, как я вообще выдержал. Ну, а надо приводить себя, так сказать, в порядок, быть фреш на съемке фреш-контента. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели видосик. На самом деле, поставьте лайк, кому не сложно это сделать, поставьте лайк с телевизора, кто смотрит. И с вами был Серега Стилов. Строите тачки, тренируйтесь и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok